Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». На прошлой неделе мы были в гостях у Евгения Баранкина, но все его увлечения не уместились в один эфир. Смотрите продолжение прямо сейчас. Смотрите продолжение в следующей серии. Я работал на одном месте, не могу. Я на заводе прошел почти все. А в то же время для меня завод – это мой дом родной. Я всю жизнь вырос на этом заводе. Это ведь он был инициатором создания принципиально новой системы взаимоотношений предприятия со своим основным разработчиком – НИИ «Приборостроение Жуковский». Коллеги знали, чего стоит его слово. Я зачастую мог к своим коллегам, друзьям обращаться с такими просьбами, которые для них они очень сложны и чреваты. Но люди же мне шли навстречу, потому что знали, что если я сказал, что вот тогда будет, оно значит будет. Это ведь результат всей жизни, паотически просто, говорит наш герой. За один день доверия не добьешься, и одно опрометчивое решение может порушить даже самый добрый союз. Это он понял еще в юности, когда превратился из коллеги в начальника, от которого зависит заработная плата сотрудников. Ну, не хлебом единым жив человек. Понимаешь, людям что-то нужно еще, кроме заработной платы. То есть, когда люди ходят на работу, если только заработная плата, коллектива там никогда не будет. И речь не только о конкурсах профессионального мастерства и повышении разрядов. О том, что оставаться человеком куда важнее, чем быть начальником, ему рассказал еще отец – кадровый военный, прошедший две войны. В фотографии, правила ношения формы одежды, в дивизионе висели мои фотографии. Ну, тогда живота не было. Он не знал, что такое золотая молодежь и каково это жить в отдельной комнате. Офицерская семья в пять человек ютилась на 13 метрах тесной комнатушки в коммуналке. Табаретки все, солдатские с инвентарными номерами, стол тоже, кровать тоже. Это было время, когда собирались не у телевизора, а во дворе, когда носить пальто старших сестер и братьев казалось счастьем, и не было ничего вкуснее откусанной по дороге домой горбушки хлеба. Собирали у кого чего есть, детей с собой, и там за деревней, за дашками, там такие три пруда, называли барские пруды, говорят, что была там барская усадьба когда-то. И туда с детьми, со всеми вместе. То есть, вот как-то, вот это было очень просто. Лет через 30 эти фотографии из семейного архива станут уникальными. На них настоящие герои. Люди, которые не кичились орденами и не поднимали рюмок по каждому поводу. Отец, вспоминает Евгений Семенович, почти никогда не откровенничал о своих военных походах. Пожалуй, только раз. Я первый раз услышал очень много. Когда отцу было 50 лет, для меня это была такая древность. Когда к нему приехали однополчане, с кем он десантировался. В его собственной жизни подвиги куда проще. Хотя и на это как посмотреть. Пока сверстники на шестом десятке готовились к респектабельному отдыху, они с супругой присматривали горные лыжи. Ей нужно было делать очень серьезную операцию. И она решила испробовать все. Мы с ней сплавились по ворной реке. А потом говорит мне, слушай, пойдем на ворных лыжах кататься. Я говорю, что-то Юрий забыл, когда на такие лыжи вставал. Ну, не сможем. Так погуляем. Юрий, ты меня знаешь. Кататься хоть, переломаться, но кататься. Ну, поехали мы туда в Австрию. Дальше, как в анекдоте, шел третий день отпуска. По бокам мелькали знаки. Я как глянул, горка небольшая, а там люди вот такие ходят. Думаю, попал. Стоял-стоял, думал, ну не жить же на этой горе. Какую часть этого пути с горы в 1800 метров до гостиницы он контролировал, сказать трудно. Но вечером за ужином новый знакомый не мог поверить, что этот человек только что встал на лыжи. Он говорит, слышь, тебе не медаль, тебе орден надо давать. На экстремальное увлечение его спровоцировали друзья. Подарили на 50-летие снегоходный костюм. Но не убирать же подарок на дальнюю полку. Так в гараже появился снегоход, а в архиве фото и видео с путешествий. И чем заковыристи овраги, тем интереснее. На 23 февраля у нас есть традиция на снегоходах мы 3-4 дня. В Паризанской области не осталось ни одного места, где бы мы не проехали на снегоходах. Вот как мы прошли. Михайлов, Скопин, Сарай, Сасово, Ирахтур, Солодчий, Урязань. И когда выбираемся, все наверх. Смотришь назад, думаешь, какой дурак тебя туда загнал. Сегодня это состояние души, как ворон крови снега ждут, с улыбкой говорит Евгений Семенович. Готов посадить на снегоходы всех неохваченных этой лихорадкой друзей и родственников. Даже кормить согласен. Сколько раз его фирменные колбаски выручали погрязшую в снежном плену компанию. Ну, ломали ее туда, спиртом чистым облили. Подожгли. Спирт выгорел, горячая, в масле. Во! И ни костра, ничего не надо. В детстве, мечтая стать летчиком, он и не думал, что авиация начинается с земли. С небольшого коллектива единомышленников, которые готовы изобретать и работать для лучших летных машин в мире. Это то, на что мы работаем. Наша техника стоит вот здесь. Самолет Су-27, Комсомольский авиационный завод. Все эти модели превратились в коллекцию благодаря друзьям самолетных заводов, которые со всех уголков страны привозили гордость российской авиации в миниатюре. Сегодня и не верится, что с 88 по 2008 год российская армия не купила ни одного самолета, а завод производил продукцию на все Миги и Су. Тогда удалось выжить только за счет экспорта. Лучшими друзьями стали китайцы и индусы. Но даже во времена с самой низкой зарплатой находились средства для перевооружения и приобретения новых станков. Когда люди решили эту задачу сами, так как ты ее решал, то тогда эти люди за это решение будут биться насмерть. А тогда, когда в первый момент, если ты руководитель, ты сказал, вот делать так и все. Ну да, ну сделали они так. Или не сделали. Ну сделали, ну виноваты. А за свое извинение даться будут. В большом коллективе невозможно подобрать одних единомышленников. И сегодня он может признаться самому себе в том, что ошибиться в людях пару раз за долгую жизнь тоже полезно. Я об этом не жалею. Через это тоже надо пройти. К своим личным и профессиональным юбилеям Евгений Семенович относится с юмором, параллельно осваивая новую технику на квадроцикле. Главное, чтобы друзья не скинулись на гидрокостюм, а то придется гостям и артистам поздравлять виновника торжества где-нибудь в морской пучине. Такой к полумерам не привык. Как-то так сложилось, наверное, к кому что липнет. Ему, например, всегда удавалось ладить с людьми. У меня ребята спрашивают, ты давно его знаешь? Я его первый раз увидел. Ладно, вы что, вы общались как-то, знаете, дружбу всю жизнь. Если серьезно, то, конечно, и ему бывает грустно. И кажется, что все это давно пора передать преемникам и не знать большей заботы, чем ровный газон во дворе. Он стал генеральным директором предприятия в 62 года и вполне имеет право на минутку меланхолии. Говорю, все ухаживаю. А мне супруга говорит, а что я тебе плохого сделала? Я говорю, ты тут при чем? Он говорит, я же тебя больше трех дней дома не выдержу. Я, в самом деле, я не могу. Меня можно как загубить? Закрыть одного дома с полным холодильником, с телевизором совсем, но закрыть одного. Через неделю меня не будет. Я не одиночка по жизни. Так что не время почивать на лаврах. Молодежь нуждается в наставнике, друзья в неутомимом соратнике. Пока в загашнике остались силы на покорение новых вершин и хоть один анекдот для поддержания боевого духа, рано складывать лыжи и полномочия. В душе это всего 30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин